...цветного бульвара, Кузнецкого моста и других станций. А теперь об открытиях в метро. Следующая станция Саларьева завершается подготовкой к запуску еще одной платформы на Сокольнической линии. Она расположена за Румянцевой и станет 200-й в московской подземке. О дизайне Саларьевой и о том, когда она станет доступной для пассажиров, расскажет Иван Федотов. Подземка готова на 90%. Остались лишь мелкие строительно-монтажные штрихи, например, застеклить кабину контролера. Платформа сверкает полированным мрамором, по путям в тестовом режиме бегут состалы. Интерьеры Саларьева перенесут пассажиров во времена НЭПа и напомнят о дворцах труда и рабочих клубах в стиле конструктивизма. Потолок, колонны и полстанции разбиты на условные квадраты, путевые стены украшены витражами, цветным стеклом. Дизайн 30-х годов прошлого века, а вот система пожарной безопасности самая современная. Водяной туман у огня нет ни единого шанса. Установки распылителей есть и в вестибюле, и в технических помещениях, и в шахтах метро. Архитектурный облик, высота и габариты станции могли быть другими. Проект несколько раз пересматривался и менялся. Перед проектировщиками стояла задача сделать станцию двухуровневой. Над пассажирской зоной добавился распредзал, который впоследствии будет интегрировать пассажиров из одного вида транспорта в другой. И когда архитекторы смотрели, получилось так, что сегодня высота станции, но она нестандартная. Надо было ее, соответственно, привести в архитектурный облик. Зарядить телефон или планшет можно будет бесплатно. В холле появятся установки для зарядки гаджетов, а в вестибюле даже аппараты для упаковки зонтов. Саларио пока будет конечной на красной линии метро. Рядом с подземкой, проложат рельсы скоростного трамвая, появится транспортно-пересадочный узел с торговым центром. К станции мы закончили благоустройство подъездной дороги. И инвестор на соседнем участке подготовил площадку на тысячу автомашин. Также у нас готова полноценная площадка для наземно-городского транспорта. Сюда с момента пуска станции будет перейден целый ряд автобусных маршрутов наземно-городского транспорта, которые будут подвозить жителей с Московска, будут подвозить жителей с Солнцево, будут подвозить жителей с Апрелевки. Так, чтобы люди могли, доехав на автобусе, пересесть на метро и дальше двигаться в город на метро. Чтобы открыть станцию можно было в феврале, более тысячи строителей работают в тресмены. Ожидается, что подземка разгрузит Киевское шоссе и Ленинский проспект. По расчетам специалистов, подземкой ежедневно смогут пользоваться до 35 тысяч пассажиров. Иван Федотов, Виктор Морозов, Алексей Чистяков, Москва, 24. Из-за резкого потепления лед в Москве и Подмосковье становится хрупким. Но это не останавливается.